Я Золотарева Дистилля Борисовна. Уже 8 лет являюсь руководителем клубного формирования в культурно-досуговом центре города Олексина. Ко мне приходит очень много детей. Я занимаюсь с ними. Занятия у нас не очень сложные. Дети разного возраста. Но я, чтобы детям было интересно, я сама вяжу все игрушки и показываю им пример, какие можно связать. То есть, что можно сделать крючком из обыкновенной пряжи. Как вы сейчас увидите, что очень много изделий можно сделать. И игрушки, и куклы, и салфетки, и цветы. Но все, что хочется связать, у меня вяжут дети. Я никогда не препятствую им. Они выбирают сами то, что им вязать. И я с ними занимаюсь почти индивидуально. С каждым. А сейчас я хотела бы показать вам у меня экспозицию, посвященную Дню Победы. Вот. Пожалуйста, посмотрите. Эта экспозиция как раз связалась для того, чтобы, собственно, танк, чтобы не повторилось того, что, собственно, было. Был День Победы. И вот все здесь игрушки, которые, собственно, символизируют пограничник с собакой, солдат с конем, матросы, капитан и, конечно, повар. Без них не обходилось. Вот. И танк, который, собственно, тоже участвовал в победе и способствовал также победе. Теперь я покажу вам другие экспозиции. Мы каждый год к Новому году готовим выставки. Вот. И каждый год мы каждый символ года вяжем и выставляем на выставку. Вот первые символы у меня были. И дети вязали. Вот. Год змеи. То есть, вот, пожалуйста, здесь змеи. Следующий год у нас был год лошади. Пожалуйста, экспозиция лошадь с маленьким жеребенком. Дальше был год козы и овцы. Пожалуйста, экспозиция перед вами. Ну, а затем год обезьяны. Вот. Пожалуйста, тоже все. Следующий год был год петуха. Но за ним год собаки. Вот. Добрых, добрых животных, которые являются другом людей. Это собаки. Год собаки закончился, начался год свиньи. Но здесь у меня экспозиция. Целое семейство. Мама с папой и трое детей. Вот. Ну, а последний год, который сейчас у нас, год мыши. Вот. Это экспозиция мышей. Здесь и маленькие мышата на сыре, и большие. Также у меня много всяких экспозиций птицы. Если вы видите сейчас, то это попугаи. Вот. Два попугая, которые, собственно, являются тоже символом добра и интереса. И также есть экспозиция аисты, которые несут младенца. Вот. И у них тут же стоит люлька с младенцем, с маленьким. Есть и экспозиция голубей. Ну, конечно, победа никогда не оставалась. Это символ победы голубя, птицы. Вот. У меня есть такая экспозиция. Также мы готовили к разным сказкам экспозиции. Вот здесь у меня есть экспозиция. Баба-яга, избушка на курьих ножках, Змей-Горыныч, вот, Коща-Бессмертный и Леший. Это полностью, собственно, из сказки. А дальше я могу вам показать еще много разных изделий. Там есть экспозиция белки. Вот. Две белки. Мальчика-девочка. Также экспозиция коты. Вот. Можно еще показать у меня, даже не знаю, там снеговикс. Снеговики – это зимняя экспозиция. Вот. И также к ним свечка новогодняя вязалась. Ну, очень много можно показать изделий. Все я вам не могу. Также из сказки Карсон. Вот. Цветы. Ну, я вам не могу показать много цветов. Мы раздалили цветы, вязались к праздникам на 8 марта. И у нас был здесь юбилей Дворца культуры. Было очень много связанных цветов. И мы раздавали ветеранам дома Дворца культуры. Ну, вы знаете, больше я, наверное, могла бы показать еще вам, наверное. Но, наверное, уже придется прощаться. Уже очень много вам показалось. Спасибо за внимание. Благодарна вам за то, что вы оказали мне внимание. Субтитры создавал DimaTorzok